Меня хотели обмануть просто на 185 тысячи евро. Вы можете себе представить такую сумму? Всем привет, всем хорошего дня. Сегодня я хочу вам рассказать историю. В общем, я столкнулся с мошенниками в Испании впервые. На мой канал поставьте лайк, а я расскажу эту историю. Как меня хотели обмануть просто на 185 тысячи евро. Вы можете себе представить такую сумму? Короче, как это произошло, рассказываю. Несколько дней назад мне пришло сообщение в WhatsApp. Там было написано «Hola, как ты?» «Привет, как ты?» Номер, с которого мне отправляли смс, начинается... Код, вернее, да, с которого мне отправляли, начинается на плюс 229. Это Венин, Западная Африка. Короче, это Африка. А женщина мне сказала, что она живет во Франции. Я думаю, окей. Но меня, в принципе, все-таки истории настораживают. И чтобы я повелся и как-то отреагировал на такие истории, это нужно постараться. Что мне готовы просто так вот перечислить 185 тысяч евро. Ну, как бы на дурака раскладывать. Но я решил, что окей, раз вы хотите со мной поиграть в эту игру, я тоже с вами поиграю в эту игру и пообщаюсь. Посмотрю, насколько далеко они готовы зайти, чтобы... Ну... Что я должен сделать вообще, в принципе, да? Что они от меня ждут, какую информацию узнать. Вот. И в первый день все, закончилась беседа. Я дальше не стал ей отвечать. Она мне на утро пишет на следующий день. Ой, я думала, вы порядочный человек. Я вообще признак. Я всю ночь молилась, чтобы не отдать Богу душу. А вы даже у меня не спросите, как дела. И вообще вы даже не пытаетесь помочь мне. Я хочу отдать на боготворительность там эти деньги. Ты-ты-ты-ты-ты. Короче, начала вызывать чувство вины о том, что типа я должен был что-то там проявить. С чего вдруг? Ты кто такая? Я тебя не знаю. Ты не знаешь меня вообще. Что происходит? Почему ты меня обвиняешь? Ладно. Ну, я и написал, что да-да-да, там занят. Ты-ты-ты, простите. Ты-ты-ты. Я говорю, ну, она там, во, вот я хочу тебе опять перечислить эти 185 тысяч. Опять эту песню запела, что у нее там наследство, ты-ты-ты-ты-ты. И я ей говорю, хорошо, я-то что должен сделать? От меня-то какая-то. Вы хотите мне перечислить деньги? Я хочу убедиться, что ты, мол, порядочный. Я говорю, хорошо. Как вы можете убедиться в том, что ты порядочный? Давайте, ну, Франция рядом, да? Она же понимает, что она пишет в Испании. Я ей пишу. Хорошо, давайте я приеду к вам. Вы где находитесь? Я лежу в больнице. Ко мне не пускают, значит, доктора. Я говорю, ну, есть же часы приема. Я могу к вам приехать. Вы мне скажите, когда? Давайте там, не знаю, завтра, послезавтра, сегодня, вчера. Ну, в любое время, в смысле. Напишите, я к вам приеду. Мы, во-первых, лично познакомимся. Вы узнаете, порядочный я или нет. Можно ли мне доверять. Ну, и я также узнаю вас, чтобы понимать, мне стоит ли вам доверять или вам стоит ли мне доверять. Она вот-вот, я там не могу. Ты-ты-ты-ты. Давайте вы пообщайтесь с моим адвокатом. Это мой семейный адвокат. Он меня уже там ведет давно. Я просто ему все передам, и он вам позвонит. Ну, в общем, он мне позвонил. И он мне пишет, как бы, вчера в 10 в половине 11 вечера. Просто представьте, какой нормальный адвокат в половине 11 вечера будет писать. Ну, да, просто вот как бы с таким разводом я еще никогда не сталкивался. Я, в принципе, с мошенниками не особо сталкивался. Обычно я их сразу говорю, до свидания, и все. Тут мне просто стало интересно, насколько далеко это зайдет. Что вы думаете? Короче, он мне пишет. Типа, я такой-то, такой-то. Я вам не вру. Я такой-то адвокат. И текст скидывает, при том, что не набирает. Ну, вы когда пишете в WhatsApp, вы же видите, что текст пишется. Тут скопированы вот такие огромные тексты. Пишет и, значит, о том, что он не врет, он не скидывает какую-то там фотографию, скачанную из интернета. Это как бы не фотография его паспорта, нифига. Он зарегистрирован в Париже, какого-то там 1951 года рождения, адвокат. То есть ему сейчас 71 год, как минимум, или как максимум. Ну, короче, 70-летний адвокат. Я пишу, говорю, да, да, знаю я такую женщину, она мне говорила, что вы мне напишете, ты-ты-ты-ты-ты. Что я должен сделать? Он там пишет, говорит, вы мне должны скинуть данные. Я вам сейчас скину договор, и вы мне на него, значит, должны будете ответить, подписать, там отправить некоторые ваши данные. Ну, любопытно посмотреть, что там за договор. Все, мужчина пропал, возвращается, ну, может быть, минут через 10 и скидывает мне в WhatsApp просто вот этот вот текст. Вот, перед вашими глазами. Это скриншот этой переписки. Здесь сказано, что я должен предоставить информацию, как меня зовут, где работаю, какая у меня зарплата, номер карты. И, ну, короче, вот все, что нужно для мошенников, я должен вот выдать. Я пишу, говорю, хорошо, прежде чем я вам выдам всю эту информацию, давайте с вами познакомимся, потому что вы даже не спросили, как меня зовут. Вы мне скинули какой-то паспорт, и он мне тут же пишет, это мой паспорт, я не вру, правда, это мой паспорт. Ну, здрасте. Ну, что это такое? Я говорю, хорошо, вы где находитесь, он пишет мне. Я нахожусь во Франции, я говорю, я понимаю, что вы во Франции находитесь. Напишите название города, вы где находитесь территориально. Пропал. Минут через 10 отвечает, скидывает мне название этого города. Я смотрю по карте, я говорю, ой, смотрите, давайте я завтра утром выезжаю, рано, в 6 утра. Приезжаю к вам, встретимся, познакомимся, поговорим. Я подпишу все договоры, я приеду со своим адвокатом, мой адвокат почитает все договоры, потому что это просто так не делается, и нужно, как бы, сделать это, вот, ну, легально. Скажем так, да. Что он мне говорит просто? Вот вы сейчас просто вслушайтесь, что он мне отвечает. У меня нет времени с вами знакомиться. Я вот это прочитал и все же думаю, что, в смысле, у вас нет времени со мной, у тебя есть время мне писать смс-ки, но у тебя нет времени со мной познакомиться. Я пишу, подождите, знакомство наше займет с вами, окей, 10 минут. Мне нужно убедиться, что вы, это вы, мне нужно вас увидеть, мне нужно понять, что вы адвокат, мне нужно увидеть вашу лицензию. Как бы, давайте созвонимся по видеосвязи, вы мне покажете свою лицензию. И тут начинается. Да, да, мы сейчас с вами созвонимся, сейчас, подождите, сейчас, у меня что-то такое занятое, у меня времени нет, но мы с вами созвонимся. Я говорю, окей. Пишу через 10 минут. Ну что, вы готовы созвониться? Когда мы можем по видеосвязи, вы мне покажете свою лицензию. Пропал. Просто вот исчез, с поля зрения мужчины, все, нет адвоката, думаю, ну, ладно. В этот момент мне пишет эта бабулька и говорит, ну что, вы поговорили с моим адвокатом? Я говорю, ваш адвокат прячется, не хочет с ним общаться. Я хочу с ним познакомиться. Она пишет, он очень занятой человек, вы с ним не сможете встретиться, потому что он очень занятой человек, давайте нет. Я говорю, нет, я хочу приехать, познакомиться, и только тогда я смогу доверять и вам, и ему, и доверить все свои данные, потому что я должен, как бы, знать всю информацию. И тут на связь, значит, выходит этот адвокат и начинает мне писать, что скиньте данные. Думаю, ах ты козел, каброн. Просто, ну, так не делается. В смысле, ты вообще не здравствуй, не познакомился, ничего, просто меня какие-то требуют. Причем требуешь. Ну, на этом переписка закончилась, и продолжение было, вот, третий день, и они мне пишут, значит, с утра. Вот эта бабулька о том, что вы договорились, все нормально у вас с адвокатом. Я ей написал, что нет, ваш адвокат прячется, ваш адвокат не разговаривает, не хочет знакомиться, не хочет в какой-то лицензии, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот, и тут начинается. Он начинает мне звонить, и я ему пишу, говорю, извините, я с вами не могу поговорить, я сейчас этим занят. Я вам перезвоню буквально через, там, полчаса. Он мне пишет, отправьте мне свою фотографию, я вам не могу доверять. Здравствуйте. С чего вдруг я-то вам буду отправлять? Вы мне сначала вышлите, то, что я у вас просил лицензию, и так далее, чтобы я понимал, что вы адвокат, что у вас есть лицензия адвоката. Потому что сейчас вы для меня никто. Вы написали мне какие-то непонятные сообщения, отправили скачанную из интернета фотографию паспорта. Не отвечайте на мои вопросы, только требуйте от меня какие-то данные. Он, значит, опять продолжил требовать от меня какие-то там документы, потом начал просто прислать мне смайлики ржущие. Я ему пишу, а вы точно адвокат? Это правда? Он пишет, да-да, это правда, я адвокат. Я думаю, ну да. Ну, как бы, ищите дурака. Дальше, мне кажется, они поняли, что я, как бы, ну, непробиваемый, и, видимо, я догадался, что они мошенники. Кстати, возвращаясь назад, вот эта вот бабулька отправила еще фотографии. Вот я эти фотографии, сейчас вот здесь вот они будут листаться, вы просто на них посмотрите, откуда они скачаны. Я, кстати, еще не смотрел, надо поискать в интернете, потому что, может быть, они откуда-то скачаны. Вот. Но мне кажется, это как бы, ну, не может быть такое там какое-то обрезанное, что-то непонятное. Вот. И этот адвокат, значит, пишет мне, отправьте свою фотографию, я не могу с вами разговаривать серьезно, потому что я не вижу вас, я не вижу вашего лица. Я думаю, ну, здрасте. То есть ты не захотел, чтобы я приехал с тобой знакомиться, а тут я тебе буду свои фотографии отправлять. Нифига подобного. Я сказал, что сначала я жду от вас лицензии, а потом я вам отправлю свою фотографию. Но он мне там отправил еще раз сообщение, что жду от меня вот эти данные, и все. Дальше я пишу, скиньте мне лицензию, и я ему просто отправил штук 30 сообщений. Отправь мне лицензию, отправь мне лицензию, отправь мне лицензию, и все. В этот момент и он, и эта бабка удаляются из WhatsApp. Все. Я не знаю, либо они меня заблокировали, но хотя там не написано, что заблокирован, потому что я им звонил, вызов идет. Либо они просто эти ссылки удалили, выкинули. Ну, как бы. Вот. Такая история. Хотели меня развести, я не знаю, на 185 тысяч евро, или просто хотели списать у меня все деньги с моей карты. Но ничего не вышло. Поэтому со мной, как бы, такие темы на не прокатят. Поэтому мошенники, которые пытаются что-то со мной, в общем, поиметь дело, лучше не тратьте время. Меня это позабавит. Я, мне это будет очень интересно с вами пообщаться, попереписываться или еще что-то. Но ничего дальше не уйдет. Никакие информации я точно не предоставлю. Не вам, никому бы то ни было. В общем, такая вот забавная история произошла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с мошенниками, как вы вообще с ними общаетесь, как вы выкручивались из этой ситуации. В общем, я вам желаю никогда не попадаться на таких мошенников, на таких разводил. Вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Такая вот жизнь в Испании веселая. Всем хорошего дня, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok